Мельник Братья решили все без суда. Младшему сыну оставить кота. Братья, помилуйте, как же мне быть? Как мне с котом в этой жизни прожить? Только вот кот этот был непростой. Сразу за дело. Я что это босой? Сделай, прошу, сапоги для меня. Вместе пойдем ко дворцу короля. Парень сказал удивленно коту. Ладно тебе, ко дворцу я пойду. Меньше вопросов, мой господин. Пара сапог, ты мешочек один. Выполнил юноша волю кота. Сделал костюм. Красота, лепота. Дал и мешок, и немного муки. Котик родной, вручай, помоги. Милый хозяин, теперь просто жди. Очень по сердцу твои сапоги. Сам же пошел на охоту, на лов. Был ведь он хищник, а значит суров. Мешочек с мукой на полянке кладет. Тихонечко сам за деревьями ждет. Пока куропатки набьются в мешок. Одна, вот вторая. И тут же прыг-скок. Набросил петлю на холощовый мешок. И тотчас во двор короля на порог. Мой господин маркиз Карабас с огромным почтением приветствует вас. Король удивился. Пернатых забрал. Я что-то такого маркиза не знал. Еще через пару деньков тот же кот другую добычу с охоты несет. Король в этот раз кота накормил. Ведь свежую дичь костолу так любил. И вот целый месяц, а может и два, прислуживал кот во дворце короля. Всегда говоря, что маркиз Карабас с огромным почтением приветствует вас. Однажды услышал от стражи наш кот, что с дочкой король на прогулку идет. Тогда умный кот в больших сапогах кричит господину. Разденься в кустах. Да в речку бросайся. Вон в те камыши. Что дальше увидишь. Руками маши. Как только король проходил вдоль реки, наш кот закричал. Аж схватило виски. На помощь! На помощь! Тонет маркиз! Король своей стражи командует. Вниз! Спасайте, спасайте почтенного друга! Я знаю, что он высочайшего круга. Времени кот не терял красотак. О, наш ладыка, случился пустяк. Одежду под камнем мой господин оставил, считая, что здесь он один. Так нет же, стащил ее местный прохвост. Король рассмеялся. Он с виду был прост. Дадим мы маркизу наряд короля. Возьмите там спальню. Шкафу у меня. Наш кот обомлел. Маркиз Карабас в таком одеянии предстал высший класс. Дочка принцесса была без ума. В такого красавца влюбилась она. Король пригласил всех в карету к себе. Давайте проедем по здешней земле. Вперед побежал со всех ног умный кот. Пастух на лугу сторожил чей-то скот. Хочешь напиться вдоволь тыкваса? Скажешь, что скот моё карабаса. Дальше бежит просторы, луга, озеро, речка, крутые берега. Люди стоят небогатого класса. Скажете, всё это всё, карабаса. Если забудете, что пареньки, вмиг порублю на дрова и пеньки. Кот очень зло зарычал на толпу. Всех могу смять в порошок и крупу. Король из кареты спросил свысока. Чьё это жирное море скота? Пастух, вспоминая обещанный квас, гарпнул. Хозяин маркиз карабас. Дальше увидел король красоту. Озеро, речку. Спросил нищету. Чьё это, чьё? Отвечаете тот час. Здесь и владеет маркиз карабас. Кот в сапогах всё бежал, как чумной. Видит вдали вдруг дворец расписной. Кто здесь живёт? Ого-го, великан. У хитрого зверя созрел сразу план. Привет, великан. Как здоровье? Дела? Нелёгкая, что ли, тебя принесла. Сейчас хочешь в тигра? В слона превращусь. А хочешь, как в юго здесь закружусь. Спасибо, спасибо, большой великан. Наш кот в сапогах продолжал свой обман. А можешь ли маленьким стать ты, как мышь? Я думаю, нет. Нет, ну чего ты молчишь? Просто так великан закричал. Ерунда! Да мне, великану, не стоит труда. Хоть птицей, хоть бабочкой стать. Хоть слоном. А мышь её, пожалуйста, серым хвостом. Наш кот не дурак. Мышку прыг, цап-царап. Большой великан был в плену цепких лап. Добычу свою кот легко проглотил. Вот так великана он перехитрил. Король проезжал тут мимо дворца. А кот в сапогах их встречал у крыльца. Я рад здесь сердечно приветствовать вас. Хозяин дворца – маркиз Карабас. Король весь в улыбке при этом расцвёл. Казалось, для дочки он мужа нашёл. Красивый, богатый чудо-жених. И кот в сапогах тоже рад был за них.